мы поговорили с вами да там про регламенты а я вот спрошу вот по опыту неважно там в какой вы же в разных еще канал компаниях работали вот все менеджмент нам очень часто говорит про регламенты да есть регламенты я сам разрабатывал регламенты как-то мы с клиентом общались и он мне пожаловался на проблемы с регламентами вот какие вы думаете проблемы наблюдаются на объектах реальных регламентами и никто не читает если читает то не помню в принципе их читает те кто их пишут я стал вот общаться со своим клиентом и вот расскажу к чему соответственно мы пришли он пожаловался люди не читают сложны сложные большие документы или скажем так они их читают на невнимательно он сформулирована фраза вроде вот хорошо все разжевано да но вот она большая и люди ее соответственно не воспринимают и даже если ты и от воспринимаешь вот ты сейчас вот читаешь вроде вот заставил себя вчитываешься но запомнить это большое количество информации невозможно потому что она так сформулирована у нас формулирована очень сухим языком и таким штампованным если написать регламент вроде как в полушутливой форме уже легче уже не принимать и легче запоминать да но тут такая двоякая получается что вроде как нельзя да ну да 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 смысл в чем что главное вот нам понять да что вот есть такая проблема она реально проблема да то есть реально что называется но если даже ты прочитал его но запомни большое количество информации тем более она как вот размыта это вот информация и и достаточно сложно поэтому мы приходим к выводу что упрощайте информацию и делайте ее доступной для персонала если нельзя вот комиксы шутливые делаем следующее вводим описание правил типа ну если такое-то состояние то делаем вот так если у нас повышается повысилась температура в зале над свыше 24 градусов но еще не свыше там 30 то делаем так причем написать это видео вредных советов остера может быть есть смысл взять практику оформление счетов гв и чс там же тоже все в картинках да и иди туда да и кстати у пожарных часто используется этот именно подход да то есть чтобы и это понятно почему что в экстренных ситуациях все должно быть про информация там думать то некогда там картинка какая-то в голове да абсолютно верно используйте контрольные листы чек-листы кто-то может быть идет с контрольным листом подойдите к серверной стойке посмотрите все ли шнуры у вас электрические подключены в разные пдв или а еще лучше вот этого цвета подключены влево этого цвета подключены в правую пдв простые контрольные чек-листы это еще одна форма упрощенной информации которая очень проста для работы кстати человек который потом работает с контрольными листами он часть уже этой информации запоминает пишите простые и понятные инструкции да вот которые вот рома горяща там от полупожарников соответственно у нас они тоже у службы эксплуатации должны появиться какие-то простые понятные доступные соответственно инструкции потому что в случае аварии человеку не до вчитывания он в состоянии аффекта находится некоторые конечно в ступор впадают тоже кстати тогда тоже читают плохо да некоторые наоборот очень активные но тоже там голова как-то по-другому работают все больше и больше людей сейчас визуалов которые привыкли к youtube восприниманию именно информации видео они уже очень хорошо воспринимают информацию в виде видео каких-то инструкций делать там видео видео комиксы или там анимацию это уже следующий момент да то есть но хотя бы вот какая-то там может быть видео инструкция простая потому что им читать уже сложнее